александр привет очень приятно тебя видите вот знаешь у нас мы снимаем сейчас седьмой сюжет вот таких интервью со спортсменами и с тобой у нас получилось очень оперативно встретиться мы с тобой вот буквально чуть больше недели назад договорились и вот мы уже здесь в студии записываем разговор с тобой спасибо тебе за такую оперативность и за проявленную инициативу привет валентин ну наконец-то и до меня очередь дошла ну да вот знаешь как хотелось бы начать с того что ты на помосте уже очень много лет и на протяжении всех этих лет ты прямо вот держишь не просто марку спортсмена кого-то высокого уровня а все эти годы ты ну прямо борешься за первое место в общем-то у тебя огромное количество побед и при этом в этом году тебе уже исполнилось 40 лет то есть вот практически всю свою жизнь ты от выступал на высочайшем уровне и и до сегодняшнего дня ты подтверждаешь свой класс вот расскажи ну наверное в чем-то должен быть секрет или какие-то какая-то мотивация к этому чтобы столько лет держать уровень первых мест на российском международном уровне но первых не уже 40 а еще только 40 вот чтобы поддерживать высокий уровень нужно каждый сезон начинать заново то есть забывать про то что было год назад ранее ранее периоды нужно думать о конкретном сезоне вот и готовится на предстоящие соревнования каждый каждый сезон начинать с нуля обнуляться каждый раз да хорошо вот смотри за историю выступления твоих на российских соревнований ты являешься восьмикратным чемпионом россии но при этом у тебя семь если я не ошибаюсь вторых мест один раз был третьим немножко клоню к тому что каждый раз твои выступления были в борьбе то есть у тебя практически за твою карьеру не было таких выступлений что ты приехал и с огромным запасом выиграл всегда победы даются тебе нелегко вот тут тоже такой вопрос как к этому психологически готовится то есть ты заранее приезжаешь и знаешь что не получится так что оттолкался и ты там на голову выше всех как готовишься к каждому выступлению но во первых я вчера посчитал 8 вторых мест где-то одно значит мы проглядели до 8 вот ну и я не понимаю как можно выступать соревноваться и когда у тебя нет достойных соперников вот у меня они всегда были может быть один какой-то чемпионат россии может быть или два достались так достаточно легко может быть может и был такой период вот но основном у меня были была борьба с очень сильными соперниками вот ну и не всегда я в этой борьбе выходил победителем знаешь хочется спросить еще про вот как раз про возраст спортсменов то есть у тебя уже такой солидный спортивный возраст и надо отметить что ты начал заниматься не с какого-то там с раннего возраста не с детства возможно даже по спортивным меркам не рано и чуть ли уже не поздновато даже начал и а среди твоих соперников многие из них вот на протяжении всей твоей спорте всех твоих выступлений были молодые спорт спортсмены например тот же владимир смирнов он ему еще не было 18 лет когда он уже на взрослых чемпионатах страны всерьез боролся за пьедестал за первое место вот скажи по твоему мнению есть ли какой-то золотой возраст для спортсменов гиревиков и я всегда считал золотым возрастом возраст в районе от 30 до 35 лет я считал что вот эти лучшие годы когда можно раскрыться полной мере но в то же время вот сегодня в сегодняшнем твоем возрасте судя по результатам ты себя чувствуешь прекрасно вот ты назвал с 30 до 35 но тем не менее в более старшем возрасте результаты показывать тоже можно и нужно получается да но лучше свой результат я показал в возрасте 39 лет год назад в категории до 68 и я показал сумму 240 то есть 140 толчков и 200 рывков а вот из твоих соперников вот уже тут ты сказал что спортсмены были соперники были разные все из них были очень сильные причем не по одному а там тройка шестерка они всегда были ну сильных спортсменов было очень много вот наверное так за историю припомни с кем бы наверно кто был одних в одним их самых может твоих сильных соперников но среди соперников с которых с которыми я выступал на помосте в одной категории весовой ну так на вскидку 5 заслуженных мастеров спорта вот если взять люди когда-либо выигрывавшие чемпионат мира то их там да наверно человек 20 наберется все с тобой весовой категории удалось теми кто был в моей весовой категории вот и из моих принципиальных соперников которые достаточно долг длительный какой-то период они были но первый это был когда я начал начал добиваться успехов в чемпионатах россии вот первым таким соперником стал никита балагов вот он 2006 году он меня он занял первое место я второе 2007 я занял первое место вам второе в 2008 снова он меня выиграл я стал вторым вот ну и 2009 году мы выступали в разных весовых категориях и он и я одержали победу чемпионате вот он завершил после этого завершил свою соревновательную карьеру вот и появился другой мой соперник это илья ташланов вот в начале я даже можно сказать не воспринимал воспринимал как серьезного соперника но не думал что он доставит большие проблемы мне вот однако в 2010 году он меня выигрывает потом выигрывает в 2011 году вот в общем такой вот получился соперник вот ну и так получилось 12 года по 16 я продолжал так получалось получалось победить пять чемпионатов россии подряд вот и следующим моим соперником вот как раз оказался молодой парень владимир смирнов в семнадцатом году он стал первым стал вторым в восемнадцатом году это было вообще провальное выступление стал четвертым на чемпионате россии 2019 вот он уже так владимира немножко сбавил вот но появился еще один достойный соперник мафсар сульманов он одержал победу в 2019 году я стал третьим по весу константин баев стал вторым вот и двадцатом году я начал очень объемные начал очень объемные беговые тренировки и мой вес начал снижаться вот я перешел в другую весовую категорию 68 килограмм очень хорошо подготовился и победил чемпионате россии вторым стал алексей рябков вот но на следующем чемпионате россии двадцать первом году в ростове он одержал победу вот в итоге я стал вторым то же самое произошло и в этом году это как раз и говорит вот на перечислял много сильных ребят сильных спортсменов то есть это как раз вот и говорит о том что легких чемпионатов россии пожалуй не было да да ну если брать наиболее легкий период это был с 12 по 16 год подряд эти пять лет достаточно спокойно и для меня но опять же относительно а вот какой бы ты из стартов вспомнил может какую-то победу а может даже и не победу самый яркий самый запоминающийся ну самая запоминающаяся победа и самая наверно ценно это была победа в двадцатом году чемпионате россии это было потому что пять лет подряд можно сказать доминируя в категории 73 килограмма на протяжении пяти лет я подряд выигрывал в этой весовой категории вот и появился владимир смирнов и он меня выиграл семнадцатом году вот и у меня появилась огромная мотивация огромное желание вернуться на пьедестал не просто на пьедестал а вернуться на первое место вот я начал активно увеличивать объемы тренировочные вот у меня появилась цель выиграть снова чемпионат россии но в семнадцать с семнадцатом году точнее эта цель появилась раньше семнадцатого до до чемпионата россии на семнадцатого года после того как я проиграл ему на полуфинале вот и активно начав тренироваться я тем не менее проиграл чемпионат россии семнадцатого года потом восемнадцатого года потом девятнадцатого года вот и каждый раз каждый начало каждого сезона я настраивался с такими с такими серьезными намерениями победить вот и каждый раз терпел такое разочарование вот каждый но новый сезон новые попытки новая мотивация вот тем не менее так я и не мог победить до двадцатого года в двадцатом году я вернулся на первое место а вот про весовую категорию еще расскажи на протяжении всех своих выступлений еще даже раньше ты успел по выступать в категории когда были 65-70 килограмм и и вот потом когда изменили весовой категории 68 73 если посмотреть чемпионаты кубки россии ты ну практически постоянно лавируешь между весовыми категориями вот как это с чем связано с сложностью сгонки или как-то или поиск соперников или что почему меняешь весовую категорию я никогда не менял категорию из-за соперников вот если бы я посчитал что прикинул если бы я менял категорию раньше и искал более простые пути то я бы вы мог победить в пяти чемпионатах в пяти чемпионатах россии больше то есть выиграл на 5 5 на россии больше вот потому что например в 2005 году я уступал в категории до 70 килограмм при весе 66 килограмм точнее даже 65 600 вот не гоняя вес 2006 году в принципе я при весе там 67 66 килограмм выступал также категории до 70 тоже не гоняя вот а соответственно результаты более низких категориях были ниже вот в 2010 году я мог выступить в категории до 73 я бы одержал там победу но я выступал в категории до 68 не мониторив соперников просто выступая в той категории в которой мне было комфортно подготовиться ну а как ты тем не менее как-то определяешь то есть у тебя же ну практически вот я пытался какую-то закономерность отследить что но некоторые спортсмены например так делают что вес подошел уже все от восьмерку тяжело гонять и все полностью переходит и выступают 73 у тебя же получается так то там то там то там то есть вот каким образом чем руководствуешься при выборе категории к очередным стартом ну начал я выступать в категории до 75 килограмм иногда я выступал 80 75 было сложно попасть это был начало с 2000 года 2001 1002 год начала моих выступлений вот в дальнейшем по мере роста объема тренировок вес тела падал лишний жир уходил вот может быть лишняя лишняя какая-то мышечная масса ушла то которая не нужна была вот я начал выступать в категорию то даже скинул до в категории до 65 килограмм вот я выиграл в этой категории кубок россии 2006 году я выполнил 1 как раз была такая крупная победа да это был категория до 65 килограмм причем взвешивание проходила за два часа до соревнований собственно как сейчас это все вернулся ну то есть по сути выбор категории зависит от того ну от подготовки от ну каких-то там моментов подготовки до того как вес сгоняется вот в общем-то от внутреннего состояния получается тогда да это зависит от подготовки в дальнейшем например после после выступления 65 килограмм я решил что 65 это уже очень совсем мало вот я начал какую-то силовую работу делать и поднял вес до 70 килограмм и выступал в категории до 70 вот пока не белье уже новой весовой категории да наш еще хотелось вот среди соперников ты начал как раз с никиты балагова вот ну так из всех наверное хотелось бы его выделить тем что никита занимался с тобой у одного тренера у сергея руднева то есть он и я так понимаю что ваши тренировки были очень похожи и вы знали свои там тренировочные результаты знали кто как тренируется кто на что готов и при этом на помосте вы были соперниками вот как она вообще влияет когда ну со своим так другом соратником выступать на одном помосте как это помогает или это может быть наоборот мешает ну какая разница на помосте он соперник может в жизни друг а на помосте соперник то есть в принципе от других соперников ничем не отличался абсолютно а вот как раз такие знания и понимание его результаты его возможность тоже она не мешала или наоборот не помогала тем что как-то настроиться на нужный результат но я знал результаты всех его прикидок он знал результаты моих вот это с подстегла в тренировках и его и меня вот ну и как известно я толкал больше он больше показывал больше результат рывки и моя задача была выходя на первое упражнение моя задача была уйти в отрыв не менее чем на 8 толчков тогда у меня есть хорошие шансы победить если меньше восьми то уже тоже был понимал что будет тяжело догнать на точнее не догнать а отстоять свой результат рывком потому что рывок хоть у него был очень сильный вот ну и соответственно такая тактическая борьба была ну в принципе то с другой стороны похоже как сейчас происходит и со всеми другими соперниками да да сейчас ну я бы сказал у меня как-то стабилизировалась стабилизировался результат толчка и рывка он наиболее такой оптимальный то есть нет не выполняют один рывок там или один толчок вот стараюсь сделать равномерно чтобы был и толчок хороший и рывок сажда вы поговорим о твоих тренировках ну и начать бы хотелось с такой интересной для меня темы это бег я знаю что ты очень любишь бегать и бегаешь много вот ну расскажи как как и сколько ты бегаешь ну и наверное прежде всего для чего но в разные периоды жизни так скажем было разное отношение к бегу вот я его не очень не любил вот ну и потом понимал его эффективность во первых хотя бы даже для поддержания весовой категории нужной высотела вот и периодически я бегал пусть небольшие относительно дистанции 35 километров вот но но выполнял вот сейчас же я резко увеличил объем бега вот начиная с 20 с начала двадцатого года что непосредственно повлияло на результат потому что общий уровень общей выносливости повысился и мне настолько легко настолько легко было на помосте вот если вспоминать девятнадцатый год после толчка завершив упражнение толчок я практически не ходить не стоять не мог так было тяжело результат был нам результат был хорош 142 категории до 73 вот выходя на рывок спустя час я просто не хотел ничего делать я не мог выйти выполнять рывок пришлось так сильно себя заставлять морально но в итоге результат в рывке был не очень высокий не такой как на какой готовился вот а в двадцатом году после выполнив вот те объемы бега в течение полугода я после я на соревнованиях на чемпионате россии выступая в категории 68 килограмм толкнул 140 раз и поставив гири настолько хорошо себя чувствовал что я готов был выполнять рывок прям сразу вот то есть это я к тому насколько полей может быть полезен бег то есть оры уровень на общей выносливости он значительно повышается вот вернусь к бегу я начал увеличивать объемы бега и не просто я бежал с максимальном темпе я старался бежать с пульсом в умеренном темпе на пульсе до 130 вот не выше 140 довольно не быстро да да очень не быстро и старался бежать комфортно увеличивая объем объем бега то есть начав там десяти пятнадцати километров постепенно увеличивая и начал бегать дистанции по 20 километров далее пробежал марафон налегке вот соответственно раз в неделю я бегал дистанцию тридцать двадцать пять тридцать сорок километров раз или два раза в неделю точнее раз или один раз в неделю или раз в две недели ну вот то есть получаться смотри к чему вопросы сейчас появляются такие спортсмены раньше была тенденция к тому что гиревиком нужно бегать и все вот накручили бегать обязательно гиревиком бег сейчас появляются спортсмены которые говорят нет гиревиком вроде как бег не нужен нужно заниматься строго специализацией тренироваться в зале то есть все таки вот по твоему опыту получается так что бег во первых да он дает общую выносливость ну и как получается что еще и вот восстанавливаемость между толчком рывком тоже улучшается до повышается да я думаю что все связано с конкретным человеком вот с конкретным организмом этого человека вот если брать молодого спортсмена 20 лет в принципе я думаю что может быть он и может обойтись без бега может быть достаточно какой-то силовой работы или гиревых тренировок мне же необходимо поддерживать достаточный высокий уровень сердечно-судистой системы для этого мне необходимы объемы ну и в основу у тебя в бегах ты набегаешь большие объемы и километраж большой да но темп невысокий да то есть на таком на легком пульсе бежишь да чтобы не перегружать организм вот чтобы потому что на тренировках мы и так работаем на высоком пульсе и если еще и бегать на высоком пульсе то организм не будет восстанавливаться между тренировками ну и то есть основная мысль задача твоего бега это все-таки ну как кардио тренировка это выносливость то есть прежде всего именно такая тренировочная задача да это не сгонка веса да это не сгонка веса это тренировочные задачи сгонка веса бег для сгонки веса я выполняю его уже непосредственно перед взвешиванием ну и приведи какие примеры например бегая такие периодически по 25-30 километров ну наверняка в принципе ты можешь довольно быстро относительно других спортсменов пробежать 10 километров какие-то примеры приведите сколько ты можешь десятку пробежать со сколько ты 30 километров можешь пробежать в прошлом году я решил попробовать пробежать десятку вот ну не скажу что очень быстро что-то за на дорожке причем на не не на улице она в зале в беговой на беговой дорожке и я пробежал за сколько 36 наверное может 6 3 это довольно быстро ты так довольно скромно об этом результате говоришь 36 минут на десятку это очень хороший результат но для гиревика сейчас бы я наверно не повторил в данный момент именно хорошо ну и давай теперь поговорим о гиревых тренировках ну вот опять же наверное как лично для меня по по интересности вот мне интересен именно твой рывок ну когда-то образно лет десять назад твой рывок не настолько был хорош и вот сейчас мне кажется в рывке ты какой-то достиг такой легкости что но визуально особенно наверно по твоим соц сетям возникает такое впечатление что ты вот в любой момент можешь взять и сейчас но 200 это порвать чуть ли там нелегко и это все-таки ты относишься к легким весовым категориям и при этом результат 200 плюс это очень такой сильный результат рывки вот ну расскажи как как ты вышел на такой результат что какие-то наверное но опять же всегда хочется знать какие-то секреты как когда-то у тебя так здорово не получалось и вдруг раз вот что-то ты изменил в тренировках и стала получаться вот что и ну на протяжении всей всей может это тренировочной карьеры выступ соревновательной я старался менять находить что-то новое техники адаптировать это новое под себя под под результат вот и в рывке у меня была проблема что у меня ну какие хват уставал на соревнованиях причем на тренировке я мог выполнить результат там достаточно высокий я мог порвать например левой рукой один раз и так выполнил за четыре минуты левой рукой 101 раз 32 килограмма вот а на соревнованиях еле-еле 180 это не стабильно и не всегда вот и была проблема с хватом то есть у меня уставал хват я понял что он не устает на тренировке потому что тренировки я обстановка расслаблена да и свежий даже если это после толчка я расслаблены и не независим от результата на соревнованиях же я пытаюсь перестраховаться пытался перестраховаться может излишне перри напрягал хват вот и в результате были проблемы с кисть с мышцами при плече вот сейчас же я поменял технику в том плане что я начал следить за тем чтобы кисть была больше расслаблена чтобы гиря не болталась на замахе и вот такие моменты чтобы не было такого раннего подрыва или выдергивания то есть вот я начал просто следить за техникой больше и больше следить за именно расслаблением кисти ну то есть даже вот уже имея такие гроссмейстерские результаты которых ты раньше скажем такую уже добивался вот какие-то нюансы техники они тоже дают возможность прибавки в результате да конечно и особенно те нюансы которые решают проблему этой техники ну и так вот по рывковым тренировкам расскажи сколько раз в неделю рвешь какого плана обычно в рывке тренировки у это проходки или там в обе ну какие-то короткими может подходами армейский рывок используешь или в тренировках но вообще в рывке более эффективны длительные подходы потому что мышцы хвата они мышцы хвата они маленькие по объему и быстро восстанавливается то есть если сделать двухминутный подход поставить гирю то мышцы очень быстро восстановится мышцы хвата и уже они будут свежие на втором подходе то есть тренированности тренированность будет небольшая эффект будет небольшой поэтому нужны более длительные подходы наверное сейчас рывок я делаю два раза в неделю вот и даже не после каждой тренировки . у тебя отдельно толчка да то есть эти два нет в один день я тренирую в один день вот последнее время когда был период отдыха когда было межсезонье вот я акцентированно тренировал рывок и каждую неделю я выполнял 10-минутный подход с гирями 32 килограмма каждую позицию в основном это все-таки длинные такие практически проходки до врывке просто сразу вместо людей да это проходки вот но каждую неделю делать проходку в рывке тоже не имеет такую прикидку соревновательным весом не имеет смысла ну армейский рывок используешь имеет ли его смысл делать и я считаю его бесполезным да просто может быть для для темпа для какой-то функциональной подготовки вот он помогает а и как для тренировки обычного рывка он бесполезен ты вот сейчас живешь в одном из самых красивых городов пожалуй мира как вообще есть в этом какая-то какое-то свое удовольствие свой некий может шарм мотивация спортивная конечно конечно здесь больше интересных мест там где жил до этого вот ну и вообще команда санкт-петербурга взять гиревой спорт очень сильная здесь не перечислить даже большое количество сильных спортсменов большое количество заслуженных мастеров спорта и мастера спорта международного класса но это дает такую мотивацию когда тренируешься с ними в одном зале всегда мотивировал город его величие города соответствует мощности команды санкт-петербурга да ну давай про получил поговорим толчок тоже у тебя твой лучший результат 142 по-моему да то есть это опять же причем в категории 68 килограмм и для меня это было 73 142 было все 73 до тем не менее это очень высокий результат вот в двух словах расскажи как сколько раз в неделю и каким образом какие тренировки толчковые преобладают но зависит от этапа подготовки вот если брать подготовительный наверно вторую часть подготовительного периода когда до соревнований остается там два месяца вот ну работаю уже с гирями близкими к соревнователям это может быть там 30 28 32 килограмма вот тренирую через день вот или четыре раза в неделю ну допустим понедельник среда пятница а в субботу рывок или понедельник среда пятница и еще раз толчок в субботу то есть более легких например гиль вот делаю прикидку раз в две недели вот вот прикидку обязательно 30 двойках или с двадцать восьмерками тоже проходишься нет начинаю там прикидку допустим без гирями 24 килограмма следующий микроцикл с гирями 26 потом с гирями 28 но такая ну напасть на постепенно увеличивает классическая до классическая программа научил этой программе мой тренер сергей руднев вот это классик классическая классический вариант подготовки а с двадцать восьмерками пробовал 10 минут толкать до сколько лучше результат 164 или 166 ну а вот длинный цикл на соревнованиях ты в длинном цикле по моему не был замечен вообще как в тренировках как-то практикуешь его но не был замечен нет и третьим стал в чемпионате в чемпионате федеральных округов в 2014 году толкнул 65 раз причем 66 не успел зафиксировать но зафиксировав его я бы даже первым стал то есть какая разница была небольшая да там плотность такая результатов так ну чтобы заниматься длинным циклом нужно время нужно им хотя бы полгода позаниматься ну полгода тоже мало но это да это как бы в рамках спортивной карьеры это не так много это да вот но больше месяца я больше месяца подряд я не выполнял не выполнял длинный цикл а почему что у тебя такая не любого длинному циклу ты все-таки относишься к профессиональным спортсменам и так вот сейчас довольно многие спортсмены любят выступать вообще практически на каждых соревнованиях и сначала в длинном цикле потом вдвоеборье что почему к тебе как-то так не прижился но изначально 2000 в 2000 году я длинный цикл только начал появляться насколько я помню и все равно была классика классическое двоеборье вот и основной вид это было было классика соревнования проводились отдельно двоеборье вот чемпионат россии ты знаешь ну да 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 и отдельно длинный цикл вот в длинном цикле я по-моему один раз выступил и понял что не хочу больше не твое да просто наверное да не мое или нужно было к нему привыкнуть опять же как я и говорю я готовился месяц может два в тот момент до этого я тренировал только двоеборье и вот выполнив может быть выполнив тот объем работы в длинном цикле какой я выполнял в двоеборье может быть мне конечно длинный цикл и понравился вот но пока ну а вот знаешь сейчас начинает говорить о троеборье и в принципе сейчас на международном уровне его уже вводят ну вот так потенциально тебе хотелось бы его попробовать я не уверен что справился бы с этим то есть именно сомнение в том что справился бы или или интереса нет но я понимаю что это тяжело если выполнить длинный цикл это нужно это будет разные дни ну пока ведь сложно сказать пока на международных соревнованиях это будет в разные дни происходить да если это будет в один день то однозначно я не справлюсь вот потому что уже выполнить толчок ну рывок еще куда не не шло но длинный цикл 10 минут толчок 10 минут и рывок это достаточно тяжело вот в разные дни в принципе можно ну и вот еще есть тренировочного процесса хотелось бы узнать о каких-то ну кроме гирь что еще вообще чем занимаешься какую фп может быть какие-то ну может не из стандартного то есть гиревики все что-то делают тренируют отдельно но ноги там для толчка как специализация какая-то тренирует спину вот что я как-то когда-то видал что ты увлекался бёрпи вот но вообще в целом что делаешь кроме упражнения с гирями до 10 лет назад я так активно использовал кроссфит подготовки вот какие-то силовые упражнения выполнял сейчас же то практически ничего и не делал могу упражнение нам для мышц пресса сделать вот или какие-то может быть приседания но в качестве так оздоровления может быть для коленей или это экстензию например чтобы мышцы спины укрепить а так только бег и гири но это что называется на старых дрожжах или ты пришел к мнению что она просто не нужна и например молодым спортсменам сейчас тоже нужно все фп зарезать и вот только бег и гири не нет молодым спортсменам особенно начинающим и им нужно большое внимание укреплять мышц развитие мышечного корсета чтобы не было травм в дальнейшем вот поэтому разнообразная подготовка должна быть то есть не только гири давай поговорим немножко еще о твоей жизни вот но сейчас конечно все знают тебя как питерца как жители санкт-петербурга те кто знает тебя чуть дольше и чуть лучше знает что ты переехал с благовещенска с амурской области но а те кто тебя совсем хорошо знают даже знает что ты родом вообще из твердловской области вот расскажи как так получилось что ты успел в таких совсем разных регионах побыть практически так во всех уголках страны можно сказать успел пожить родился до седловской области где кстати михаил пашни из одного района мы вот ушел служить в армию срочную службу в 2000 году забрали меня забрали и отправили туда во морскую область благовещенск благовещенск там я занялся гириум спортом ну и тренировался работал тренером в течение 10 лет пока не переехал а с чем был связан переезд в санкт-петербург то в принципе спортсменом ты состоялся уже благовещенске вот и с чем связан был переезд ну достаточно сложно сложная логистика так скажем выездов на соревнования вот очень очень дорого очень далеко из санкт-петербурга все соревнования рядом очень часто на самом самом санкт-петербурге соревнования проводятся вот и а как общего родителей переезд ну санкт-петербург такой крупный город как состоялось как вот были ли какие-то сложности переезда вот в северную столицу страны нужно же было найти ну начиная от того что жилье не знаю там работу или там где элементарно где заниматься где продолжить свои занятия спортом как это все удалось решить то никакой сложности сумму то есть принципе заранее как только спланировал переезд все предполагал что куда куда приедешь уже было предначертано все да да но это все быстро я решил в течение недели решил его уехал вот уехал сюда в санкт-петербург здесь сергей рачинский и денис васильев открыли фитнес-клуб и я приехал работать тренером ну то есть работаешь и сейчас по настоящее время работаешь тренером фитнес-клубе да а тренером практикуешь ли именно тренерство как тренера по гиревому спорту да я работаю тренером по гиревому спорту но сейчас как фитнес-тренер я уже практически не работаю вот только преподаю только гири вот и очень большой объем работы тренерской я выполняю онлайн то есть люди ко мне обращаются за тренировочной программе за советом по технике те кто живут далеко от меня так скажем вот и они обращаются чтобы я корректировал технику составлял им тренировочную программу очень работаем онлайн вот как раз про онлайн тренировки хотелось бы отдельно поговорить смотри когда ты сам переехал с благовещенска в сан петербург то и твои тренировки у тебя остался неизменным тренер рунив сергей леонидович он продолжил тебя тренировать когда ты уже вот санкт-петербурге начал тренироваться да ну так скажем ту методику которую мне дал то есть основном он писал мне программы тренировал меня в течение так скажем наверно десяти лет 2001 потом может быть 10 11 вот и каждый раз я пытался какие-то найти свои методики к некоторым соревнованиям я иногда сам готовился вот а вся методика да это было его то есть он непосредственно готовил меня к соревнованиям стал программы вот уехал в санкт-петербург вот я уже продолжил там какие-то что-то новое искать то есть но вы же ты его три я как раз вопрос то хотел задать было ли у вас именно практика вот такого как бы онлайн тренировок то есть когда ты уже переехал вы в принципе встречаться стали гораздо реже вот продолжил ли он тебе составлять тренировочные планы когда уже вот вот так в разных городах жили но я начал начал сам периодически тренироваться вот по его методике вот еще благовещенский то есть к некоторым некоторым соревнованиям то есть уже там становился скажем так самостоятельно пытался до пытался тренироваться вот но и санкт-петербурге уже вот так же согласно его методики но уже практически да ну уже уже сам стали программы далее я что-то новое пытался найти что-то что-то поменять вот и мои тренировочные программы они они менялись и для того чтобы на внести что-то новое какое-то разнообразие вот и очень много вариантов подготовки я использовал ну а каково твое отношение к онлайн тренировкам в плане того что ну достаточно ли они достаточные ли они для того чтобы спортсмена достигал каких-то высоких результатов то есть возможно ли полноценно тренировать онлайн михаила кашнина я тренировал онлайн отлично программу отличный пример того да что вот так удаленно можно тренировать человека и и да но сам спортсмен должен тоже вникать осознанно относиться тренировочного процесса то есть он должен улучшать работать над своей техникой так скажем вот тренер он ставит задачу корректирует советует но сам спортсмен должен осознанно а вот про михаила кашнина это очень ну в целом хороший пример не знаю и в целом тренерской работы но и как раз таки тут еще получается что это и онлайн такая тренерская работа а у вас с ним еще и совпадает то что он твой земляк вот расскажи вы с ними с ним были знакомы вообще до твоего отъезда и как вот так вот у вас судьба свела ну я приехал на родину вот пришел в зал в котором занимался и не сказали что вот есть один парень попроси попросили меня составить ему тренировочную программу вот он там занимать начал заниматься игоревым спортом хочет выполнить дальнейшем мастера спорта и я ему хорошо и причем так никогда так не писал потому что я должен же человека хотя бы увидеть знать его результаты они мне говорят да нет вот напиши вот он столько там пример дел я но хорошо написал ему тренировочную программу на месяц вот ну и через месяц мы встретили с ним в калуге на кубке россии 2007 года то есть первый раз это вообще заочно ты ему написал то есть вы даже лично не встретились да да получается да а это какой год был 2007 год то есть первый раз вот это но планировать ему начал кетоп тренировки в 2007 году да да и потом вот после такого заочного составления программы после этого ты уже с ним начал каким-то образом вот так удаленно работать планировать все его тренировки да ну я встретил 2007 вот пожелал удачи все буду смотреть вот он не заработал потолкнул семь или восемь минут поставил гири и ушел с помоста я его позвал спросил ты ему сказал вот ты готовился месяц ехал на поезде сюда двое суток и почему ты не можешь постоять поработать 10 минут вот в чем проблемы вот ну после этого он не ставил гири до зацепила его да да и 2008 году он выполнил мастера спорта вот попросил можно буду писать тренером да ну и с тех пор ну то есть в общем то с того времени так и работаете да и то есть да он до сих пор тренирует в межсезонье он тренируется сам он выполняет все фп сам я иногда спрашиваю нужны ли тренировки перед какими важными стартами чемпионат россии и чемпионат мира за месяц за два на обычно пишу и вот и начинаю его подводить понятно так вот смотри под сути у тебя получается вся твоя жизнь ты жизнь посвятил спорту гиревому спорту и но по большому счету все равно и понятно что вот у тебя уже солидный такой спортивный возраст но рано или поздно выступление на таком высоком профессиональном уровне закончится вот думал ли ты уже сейчас что чем-то и как будешь заниматься по окончании своей профессиональной спортивной карьеры но я уже занимаюсь так чем и низкая работа ну то есть в целом в дальнейшем ты планируешь продолжать ну именно тренер тренерскую деятельность да а тренерскую деятельность вот ты назвал что как-то основная масса на что летовой работы тренерская на в онлайне то есть в будущем то есть будущее за онлайном или все-таки зальным тренером тоже планируешь быть но я планирую и тренировать людей которые хотят ну то есть онлайн оффлайн то есть неважно в зале это будет да ну хорошо вот в общем то скажем так основной такой блок вопросов закончился наши хотелось бы от тебя еще вот для тех кто нас смотрит какие-то услышать наш но может быть на пустые слова или что-то какие-то может быть пожелание именно наверное для тех спортсменов кто считает что ну вот я уже или поздно начал и лишь ну что у меня уж тут возраст уже поздно мне начинает причем так многие люди считают им и в 20 лет так считает что уже все какой мне спорт мне уже возраст такой не спортивный вот что ты можешь сказать таким может начинающим спортсменам может уже и не очень начинающим но всегда есть какая-то цель которой нужно который можно которую можно перед собой поставить вот не обязательно это выиграть чемпионат мира вот можно достаточно поставить цель толкнуть толкнуть 16 килограмм сто раз примеру или протолкать толкнуть 24 килограмма в течение 10 минут то есть любая цель любая цель это выполнение которое это будет движение вперед появится уверенность своих силах и вы пойдете дальше то есть не поздно никогда заниматься просто вопрос смотри какие цели вы ставите перед собой гиревой спорт это вид спорта для любого возраста получается так часть что так ну александр все на этом вопросе закончен большое спасибо за то что пришел было интересно все спасибо спасибо